Вот это то, что во мне вызывает эмоции. У меня мурашки бегут, у меня могут слезы пойти. Сколько часов насмотрено тобой концертов Валерии? Впервые на такой большой сцене. У меня просто нет слов. Как мне перестать держать глаза на мокром месте? Теперь сейчас я соберусь. Я люблю его. Вот так вот. Я вот так люблю музыку Бон Джори. Я все, да, все его прыжки. Да, да, я с вами понимаю, что вот эти прыжки это вообще не митина. Это прям снято с него. Я даже старалась нигде не опаздывать. Обалдеть. Проекты в Этмеде сближают, рождают новые семьи. Что происходит? Я его фанат, да, любимый артист. Мне удалось спеть с Джонни на одной сцене. Здесь выступают самые настоящие профессионалы. Мне даже интересно, насколько дальше по жизни с вами пойдет немножечко Валерия теперь. Минуточка полезных советов. Если много заниматься, то что-то из этого получится. Ну, я просто вот, меня перекосило от восторга. Здесь еще и кормят. Да, здесь еще и очень вкусно, кстати. О, вы не опоздали? Это когда? Я не опоздала. Пошла плакать. Это было просто незабываемо. Это было просто потрясающе. Я даже не ожидала, что так получится. Вань, покажи сексуальность. Вань, что ты делаешь, Ваня? Во-первых, отдельное удовольствие брать интервью у Мити. Всегда. Спасибо. Но я искренне надеялась, что мне придется брать у него один раз интервью и как у победителя этого выпуска. Тем не менее, ты победитель наших сердец. Мити. Ну да, по голосованию получилось победить. Да, Господь с ним. Слушайте, это же не главное. Все. У меня был четкий план и это была вершина, до которой я очень хотел залезть. Потому что такого плана песни, такого плана вокал, это для меня очень тяжело. Просто по природе моей я пою ниже. Мне тяжело там. И это была такая цель, которую я себе поставил, в которую я лез последние полгода, наверное. То есть петь высокие ноты так, чтобы это было красиво. И благодаря этому замечательному проекту получилось это все продемонстрировать. Наконец-то. Это очень приятно. Горжусь собой. Безумно счастлив. Насте желаю от всего сердца удачи в финале. Ты говоришь, что ты готовился полгода. То есть, когда были съемки первого сезона, ты придумал себе этот план, что ты бы хотел попробоваться на Львове или как? Нет, это было не связано с проектом, с этим. Просто я работал на другом проекте, кстати, тоже в Айтмеде. И из-за того, что там приходилось очень много петь, я понял, что если много заниматься в целом, то можно брать гораздо... Минуточка полезных советов. Если много заниматься, то что-то из этого получится. Можно брать материал, который тебе до этого было не достичь. И вот сейчас я как-то совершенствуюсь по чуть-чуть, по ступенечке, по нотке, к нотке. И вот сегодня было на мне... Я гордился собой максимально, когда последний допел. Это была победа моя личная. Поэтому я счастлив безумия. У меня сейчас, вероятно, озадаченное лицо, потому что я слышу, как подсип твой голос, твой собственный. Потому что я хорошо его знаю. Я понимаю, действительно, каких трудов тебе это стоило. Это было, да. Очень весело. Это правда не обычный митинг-голос. То есть я сейчас понимаю, насколько он там себе шарашил по связочкам, что сейчас он говорит совершенно по-другому. Офигеть. Да, тут еще была сложность в том, что все-таки тебе надо не просто спеть песню, а сделать это как другой артист. А у Джона, у него по-другому работает своим аппаратом, нежели я. Поэтому мне приходилось задирать на связки и связками... Ну, это все тонкости. Но самое главное, что все получилось. Я счастлив. Это твой первый опыт подражания другим артистам, вот в таком плане, вот прям полностью в актерском? На телевидении, да, так, конечно, и по приколу, по гитару мы все этим решили, да? Нет, ну это одно, но подожди, одно дело попробовать подражать вокально, петь песни этого артиста, стремиться к нему как-то позиционно, а другое дело еще и пластикой, мимикой. Я хотелось пересмотреть 45 лайвовых концертов Джон Бон Джои, я все, да, все его пришли. Да, да, я сон, ты понимаешь, что вот эти прыжки это вообще не митина. Это не, да, это прямо снято с него. Я постарался углубиться, но так, мне кажется, просто если ты выходишь на федеральный канал, то надо не упасть в грязь лицом, у тебя тем более было кучу времени подготовиться, почему не подготовиться? Это было шикарно, Митя, это было шикарно. Спасибо большое. И вон твоя группа поддержки тебя поддержит, пойдем. Пойдем, включай свет, свет, включай, провожай нас. Смотрите, смотрите, вот они, вот они куколки, вот они ждут его, вот они ждут, встречают, обнимают, целовают. Ты лучший, все по школе, все как надо. Моя любовь. Да, мы фанаты. Ты подойди на концерты, жар-баджой. Я думаю, тебе надо взять на заметку этот парик и периодически ходить на сцену. Я люблю тебя. Хорошо. Очень. Только что выступил Бонжой, и вы сказали, что наконец-то та музыка, которую вы любите. Ну, как я люблю говорить, не у всех есть вкус, и в данном случае я про себя говорю, потому что я ничего не чувствую от популярной музыки. Ну, вот поп-музыка, сол, я всегда просто это оцениваю с точки зрения красоты по пунктам. Знаете, вот как люди женятся, например, ну, она хорошая, ну, она добрая. А так люди женятся, да? Нет, люди некоторые так женятся. Ну, он хозяйственный, да. А кто-то говорит, я люблю его, вот так вот. Я вот так люблю музыку Бонжой. Вот это то, что во мне вызывает эмоции. У меня мурашки бегут, у меня могут слезы пойти. Сегодня как бы? Да. Ну, я просто вот, меня перекосило от восторга. Как получилось так, что мы в первом сезоне обошлись без Джона Бонжой? Я не знаю вообще, как это ваше упущение. Я согласна. На самом деле спасибо, что вы оставили его на второй сезон. Иначе что бы мы слушали? Класс вообще. Как второй сезон? И действительно, на самом деле у меня было волнение, потому что казалось, столько артистов было в первом сезоне, что удивить сложно. У меня тоже было огромное волнение на этот счет, потому что я такая считала, думала, так, а это было? Это было? Да. А что еще? Ну, нет, ну, конечно, мы не могли обойти короля нашей попыстрады. Нет, ну, кстати, вот от личности Филиппа Бедросовича у меня тоже есть какие-то вот мураши. Может быть, потому что он рокер. Кстати, он где-то говорил в интервью, что он хотел быть рок-музыкантом. А там по прическе в какой-то момент, мне кажется, его как раз там мелькнуло. Да, потом там налипли стразы. Но, в принципе, Филипп Бедросович настоящая рок-звезда. Вообще с нашей эстрадой такое случается, на самом деле. Да я хотела это. С банками потусоваться, но на Черной речке. Не, ну, все остальное, не, на самом деле очень круто, что продолжают удивлять. То есть ты как бы думаешь, ну, ну, а кто? А, это здорово. Есть ли артист, которого еще бы очень хотелось, но его еще не было? Я хочу услышать король и шут. Все еще заявочка, друзья. Все, что хотите с этим делайте, пожалуйста, дайте. Но я скажу так, если будет король и шут, то Леша говорить не будет. Буду говорить только я. Хорошо, что он этого не услышан. Такой Леша нельзя говорить, чтобы Леша не говорил. Ну, он всем более не любит группу король и шут. Да, да, да. То есть, на самом деле, классно, что у нас такие разные члены жюри, потому что каждый имеет определенное представление о разных стилях, и у всех свой вкус такой же, как и разный вкус у наших зрителей, потому что всегда их оценка непредсказуема. Ну, это чистой воды вкусовщина, и мы занимаемся вкусовщиной. Просто мы еще где-то в каких-то местах компетентны, хотя здесь выступают самые настоящие профессионалы. Ну, то есть, я в жанре пародии, как бы пародии и озвучки, ну, и пения тоже, ну, как бы без пения не получилось бы ничего. Абсолютно, да. Но они этим занимаются всю жизнь, например. И для меня вот удивительно, и я респектую тем, кто, например, вот был парень, он занимался стоматологией, например, вот он реставрирует зубы людям, но вышел и спел. Вот это тоже круто. Очень круто, очень круто. На самом деле, изначально задумка проекта была такова, что это непрофессиональные люди пытаются пародировать звезды, стать ярче, но... Но так же, как и с Филиппом Бедросовичем, получилась такая история. Да, да, да. Но на самом деле это нормально, потому что если люди вкладывают все свое время в занятия этой профессии, то, конечно же, они претендуют на победу. Это слышно, когда люди столько заморачиваются с этим. Да. И вкладывают в это. Спасибо вам большое. Мы очень рады второму сезону, рады, что вы с нами. И в новых образах это наша любовь отдельная. Спасибо. Класс. Спасибо. Спасибо. Мы растворяемся среди планей. И как бы ни старался, никогда. Что ты сейчас чувствуешь? Я чувствую то, что не чувствовал никогда в своей жизни. Я даже не знаю, как отписать это состояние. Такое невероятное удовольствие, кайф, максимальное какое-то удовольствие. Потому что я впервые на такой большой сцене. Я впервые на такой сцене, где есть такие звезды. И я еще прошел. Это вообще пипец. У меня просто нет слов. Были ли у тебя сомнения, когда тебе предложили? Конечно. В первую очередь были сомнения. Потому что, когда мне предложили, я сразу написал, что... Ответил, как бы, это что, шутка? Да. Семенериал, мы только что за кулисами. Было у нас обсуждение. Ты спрашивал, где меня нашли? Откуда контакты? Вообще, как так получилось? Да. Да. Потому что мне просто пришло сообщение в Дарик. И... Да, я понял, понял. Да. Пришло сообщение, что не хотите ли вы принять участие в таком проекте. Я сразу ответил, что это, возможно, шутка. И не серьезно к этому отнесся. Ничего не стал отправлять. Потом мне написали еще раз. Я подумал, действительно, это правда. И, ну, отправил. Мы обменялись номерами. Мне сказали отправить пару видео. На что я тоже не серьезно отнесся. Подумал, что мой голос просто акапельно ужасно звучит. И тоже заигнорил. Несколько дней. И меня опять написали. Я подумал, ну, это, наверное, точно серьезно. И записал два коротких видео. И отправил. Через неделю мне пришло подтверждение. Я хочу, пользуясь случаем, передать привет нашему умопоморочительному кастингу проекту Flight Media. То, какую работу проделывают они точечно, доставая нужное из участников. Да, невероятно. Это такой труд, который с каждым сезоном, мне кажется, с каждым проектом кажется все более и более неприподъемным. Тем не менее, они с этим справляются. Да, да. Потому что вот я познакомился с участниками, которые исполняли моего артиста. Ну, вот, своего артиста. И каждый из них, он как-то вот не просто так здесь оказался. У каждого какая-то история, ну, классная, невероятная, интересная. Вот, допустим, один из них, он с Екатеринбурга. И он такой. Я ему говорю, ты как попал сюда? Он говорит, да нет, я там видео выложил, там видео выложил. То есть, видео старенькое, его нашли. Как-то что-то оттуда-оттуда пригласили. Он тоже не видел, но тоже оказался здесь. Также мы, когда вдвоем в кабинете сели, я за 7 тысяч километров прилетел сюда. Также нашел это сообщение. А оказывается, меня нашли с помощью там какого-то видео, когда мне, кстати, удалось спеть... Я могу говорить? Да. Мне удалось спеть с Джонни на одной сцене, когда он приезжал к нам в 2023 году. Да, вот в прошлом году он приезжал в мае к нам. И я его фанат, да, любимый артист. Я отстоял очередь в 8 часов, чтобы встать у колонки первым. И вот так получилось, что он раздавал микрофон, и все кричали. Но, я не знаю, по какой-то случайности, счастливый оказался он у меня в руках. Именно мне передал его ассистент микрофон. И он меня спросил, какую песню хочешь спеть? Я говорю, комету. И все. И вот мы с ним от начала до конца спели ее. Позади меня было 6,5 тысяч человек. И все с ней началось. Прямо рожки, класс. Это было вот... Он мне тогда со сцены сказал классный голос, классно ты ее поешь. И дайте ему шум. И вот я тогда это все испытал. А сейчас я пою его песню на этой сцене, на таком канале. И просто я в ожидании, когда я прилечу домой, и буду рассказывать эту историю неделю. Думаю, это на всю жизнь с тобой теперь. Да, это точно. 100% на всю жизнь. И жду не дождусь эфира. Когда увидел себя в этом образе, ты увидел сходство? Это сложно вообще видеть на себе лицо другого человека? Да, уже... Да, я увидел в тот момент, когда мне надели линзы. Я впервые в жизни, я никогда их не носил, но и вот мне сделали цвет глаз немножечко потемнее. Бородку там где-то дополнили. Да, я увидел сходство. Меня даже подстригли сегодня. Здесь прям. То есть у меня был волос длиннее. И опять же, пользуясь случаем, привет нашим стилистам временам. Да, ой, вот что касается вообще вашей команды, полного вот этого штата, когда я только первый шаг сделал на Амосфильм. Да и вообще, это просто что-то с чем-то невероятное. Какие вот все тут профессионалы, какие вот добрые все. И покушать дают, и везде все. Здесь еще и кормят. Да, здесь еще и кормят. Очень вкусно, кстати. Шаг влево, шаг вправо, хоп, тебе сразу где-то что-то у тебя блестит. В общем, делают из тебя не только там конфетку, но и настоящую звезду. Класс. Шикарная речь, на самом деле. Спасибо тебе большое. Мы рады, что ты за 7 тысяч километров. Спасибо вам. Большое удовольствие. Амосфильм, добро пожаловать. Спасибо вам большое. Ждем результата. Все, дай бог. Спасибо. Без тебя не дай, без тебя все не дай. Слушай, знаешь, что я тебе могу сказать? Что действительно абсолютно согласна с каждым членом жюри, что это была актерски фантастическая работа. Сколько часов насмотрено тобой концертов Валерии? Потому что действительно, это же прям концерты. Я прям вижу четко, как ты каждый, вот эти все, каждое движение. Это сколько работы? Ну, концертов было просмотрено очень много, на самом деле. Это правда. И я смотрела ее в разных возрастах. В разных возрастах и отслеживала примерно точки такие рэперные, которые она использует чаще всего. Да, 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 чтобы основаемых. Да, я их и взяла. Потому что, когда я их использовала, мне так было проще, как будто я это она, она это я, такая немножко биополярная такая штука происходила в голове. Но это действительно так. То есть много просмотрено материала, и сразу по ходу я дома перед зеркалом ходила туда-сюда, прохлопывалась так глазками периодически и, ну, вживалась. Даже начала чуть-чуть ее голосом разговаривать, ну, как речь. Вот, ну, так поставлено, правильно, очень академично, вот как старая школа была такая советская, классная на самом деле. Ну, потому что, на самом деле, Валерия ученица Коапзона изначально, поэтому там неудивительно, что школа читает. Да, там нельзя, у меня был страх, самое главное, не ударить лицом в грязь, потому что она такая старная, статичная, вся такая ровненькая. То есть, верите, нет, вот честно я вам могу сказать, что до того, как я не увидела Валерию в вашем исполнении, вот это не пародия, вот то, как вы показали ее сегодня, я бы не сказала никогда, что столько, может быть, опорных точек в ее поведении. Вот честное слово, вот говорят, что когда человек четко попадает на нюансах, вот интереснее всего наблюдать. За вами так было интересно наблюдать. Это правда абсолютно удивительно, потому что я никогда не думала, то есть, есть такие яркие там номера, там, не знаю, Бон Джови, да, ну, какой-то такой прям феномен какой-то, но казалось бы, как это было интересно наблюдать за вами, это какой-то определенный вид искусства был, правда. Ну, самое сложное... Я просто сейчас вижу даже это движение головы, вот сейчас до подбородка, я прям все это вижу. Это меня будет переследовать еще несколько недель точно. Самое простое, на самом деле, очень сложное. Когда мне попался, попалась эта артистка, я такая, о, приплыли, что будем делать? И пошла такая муштра, я сразу включила в себе... На самом деле, вот я сама как человек, я не отличница. Но я понимаю, что вот, ну, она отличница, и она этим гордится, и правильно делает. Ну, у меня не получилось. Ну, мне хотя бы чуть-чуть к делу приблизиться захотелось, поэтому, поэтому, ну, а как это, ставилась я задача, как это быть отличницей? И вот ходила, все, у меня все вовремя, я даже старалась нигде не опаздывать. Обалдеть. Вот просто. Слушайте, ну, это действительно впечатляет. Вот эта неделя шла, я вот четко, все, мне надо приехать, во столько-то, во столько-то уехать, я все по расписанию, все вот по полочкам, чтобы никакого хаоса. Я так пробовала пожить неделю, чтобы понять вообще... Естественно, я не знаю Валерию как человека, а как артиста, но вот в моей голове, что вот... Ну, это идеальный человек, у которого все по полочкам. И вот я старалась неделю вот так же. Мне даже интересно, насколько дальше по жизни с вами пойдет немножечко Валерии теперь. Ну, то, что я опаздывать перестану, это, скорее всего, уже войдет в привычку, потому что это очень приятно, когда ты приходишь, тебе говорят, о, вы не опоздали? Я такая, да. Я не опоздала. Отдельный привет передаем нашей любимой Валерии, которая постоянный друг и член семьи, и большой вайт-медиа. Валерия, спасибо вам большое, что вы у нас есть, такая прекрасная, утонченная, которую так тонко показала наша участница. Спасибо вам. Хорошо. Какой этап тебе дался труднее? Когда у вас было трое, или когда у вас был сольный номер? Скорее всего, когда у нас было все-таки трое, потому что слов там мало, петь как бы там особо нечего, поэтому это было более проблематично, чем целиком спеть песню и уже в своем ритме, в своем амплуае ее продемонстрировать. Часто ли ты вообще в целом поешь Агилеру? Агилеру вообще не часто, но меня очень часто с ней сравнивают, практически постоянно. Именно со внешностью, понятно, и в вокале, в основном, то есть в вокале. Я прошу тебя рассказать про твою группу поддержки сегодня. Моя группа поддержки – мой муж и моя мама. Я правильно же понимаю, что твой муж – это участник шоу «Ну-ка, все вместе» этого сезона. Мы встречались на кастингах, потом он приехал в Москву, и я уверена, что выпуск этого «Ярче звезд» уже будет после его звездного часа на шоу «Ну-ка, все вместе». Вы вместе, получается, сейчас идете к какому-то особенному этапу в вашей жизни, по крайней мере, такому телевизионному, яркому. Каково это – вот так поддерживать друг друга? Очень сложно, на самом деле, потому что, мне кажется, до отношений каждый привык как-то сам идти по жизни, а тут вместе и настолько яркие люди. Иногда тяжело друг друга понимать, но, в принципе, это очень круто, на самом деле. Вы поете что-то вместе? Вместе? Ну, не так часто, но иногда бывает. Сложно ли от профессионального, ну, скажем так, партнера, мужа получать комментарии, или это всегда дается с трудом внутри? От него я не получаю комментарии. Он действительно меня настолько любит и настолько мной восхваляется, что не приходится даже. Очень мило. Вы просто, на самом деле, не видели, как мелко он в зале, какие глаза у него, когда он смотрит, как он наступает? Это вообще, конечно, нечто. Как ему твой образ сегодняшний? Я пока что еще не знаю, но я думаю… Судя по его реакции… Сидит в зале. Там все об этом были в курсе, что у меня истерика. Все ходили и знали о том, что у него такая истеричная жена. В общем, он еще не успел начать петь. Да и, грубо говоря, мы поженились из-за «А ну-ка, все вместе». Мы ездили вместе на кастинг, да, и в очереди очень долго стояли. Подожди, это вот сейчас? В мае. В мае, когда вы были в Нижнем Новгороде, вы после этого поженились? Да. А мы приехали сразу и подали заявление в ЗАГС. Опа, ребята! И принялись 24 июля. Ёшкин кот! Проекты в Этмеде сближают семьи, рождают новые семьи. Что происходит? А что оба сподвигло на такое решение? Он вообще за себя не переживал там. Ходил постоянно, все. Ну, я, в принципе, такая как бы слишком импульсивная. А он очень спокойный, он все там для меня. И пошел… Он уже на втором этаже, уже перед звездами надо выступать. Он за себя не переживает, он бегает ко мне. То мне холодно, то мне жарко, то мне воды надо. И у меня вот это вот все. Я ему истерики. Я просто подумала, кто сможет вообще меня терпеть? Кто сможет меня терпеть? И что-то как-то слово за слово мы на кастинге решили. То ли я предложила, то ли как это случилось, я не помню. Но мы приехали домой, и он, видимо, решил не упускать этот шанс. И говорит, давай подавать. Быстро. И мы подали заявление. Господи, правда. На следующий день. И поженились вот через два месяца, да. Я вас поздравляю. Молодожены. Как мне перестать держать глаза на мокром месте? Сейчас я соберусь. Я вас поздравляю. Я желаю, вне зависимости от того, какой сход будет на сегодня, чтобы вы дальше друг друга так же поддерживали. И добро пожаловать в семью White Media, в вашу семью. Спасибо. Спасибо. Пошла плакать. Да, немножко три подходика сделай, разомнись пока. Вот, молодец. А ты поджимайся наоборот, наверх грудных мышц. Сюда, руками. Сладко. Большой очень. Да, вообще какие-то безумные линзы. Да, да, пожалуйста. И в конце не бойтесь делать. Снова пить и дарить и целый мир под названием я. Ярко, можно сделать это красиво? Здравствуйте. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok